Перспективы Суэцкого канала обсуждаем с генеральным директором агентства Инфраньюз. Это портал логистики транспорта Алексея Безбородова. Здравствуйте. Алексей Лисеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, первый общий вопрос, что Россия получит от проекта? Россия получит достаточно интересную выгоду, да, в том плане, что у нас наконец-то сбалансируется грузовая база севера, северо-запада, Петербурга, который чаще всего, то есть порты Петербурга и Северной Европы, в принципе, им не интересен Суэцкий канал. А Новороссийск и прочие порты наши южные, им это важный канал, для них это основной источник внешней торговли, и увеличение размера судов, увеличение количества прохождений по Суэцкому каналу значительно удешевит логистику для Новороссийска и прочих портов. Это достаточно интересный момент, который, ну, там, в ближайшие 2-3 года будет небольшое перераспределение между Петербургом, скажем, и Новороссийском. Это важно. Какой объем грузов сейчас идет через канал? Как изменится ситуация, если российская пронзона там появится? Если брать все грузы, то в прошлом году это было 880 миллионов тонн. Это, если сопоставлять, это примерно на 40% больше, чем оборот всех российских портов, либо это больше даже, чем Шанхай в сегодняшней ситуации. Это достаточно большой объем, этим пользуется вся Южная Европа. Но, что касается российского объема, то от всей внешней торговли там получается порядка импорта около 25% российского импорта проходит через советский канал. Что касается экспорта металла, зерно и так далее, то да, там до 60% российского экспорта идет, и это достаточно важный момент для Российской Федерации. Может, вам какие-то уже известные компании, которые могут входить в эту промзону? Так в эту промзону, скорее всего, пойдут наши зерновики, наши автосборщики вроде УАЗа, да, потому что, ну, понятный спрос, Лада может прийти туда, да, вместе со своим большим концерном, партнерским, старшим и так далее. Поэтому я думаю, что, как и у вас было перечислено, именно эти компании, в первую очередь автосборка, зерно, пищевая переработка, еще какие-то вещи. Думаю, так. Ну, вот Дмитрий Медведев сказал, что власти, вроде бы, как Египта, окажут поддержку российским инвесторам, таможенные, да, какие-то преференции будут налоговые. Что могут предложить россиянам? Ох, я думаю, что там будет стандартная свободная экономическая зона с правом ввоза и вывоза беспошлино любого товара для переработки и определенные льготы при вывозе на территорию, скажем, ну, уже не таможенную территорию того же Египта и ближайших стран. Льготы обычные, стандартные, скорее всего. И, еще раз повторюсь, эти зоны будут интересны тем, кто захочет работать на рынок Египта, а это, в общем, огромный рынок, который в следующем году, это 100 миллионов человек будет уже, рынки огромные Ближнего Востока и Северная Африка. Да, пускай и неспокойно, но так или иначе приходить туда надо и работать надо. Каковы перспективы, как считаете, создания зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Египтом? Вот насколько это целесообразно? Ну, насчет целесообразности надо смотреть, потому что вот последняя заключенная зона это был Вьетнам. Ну, не совсем понятно, да, то есть 2-3% снятых пошлин с точки зрения стоимости товара, с точки зрения логистики. Ну, это, сейчас сегодня это не играет никакой роли, да, на стоимости товара, поскольку все товары народного потребления очень дешевые. Если мы говорим о чем-то очень дорогом, то здесь опять же эти 2-3% никак не играют. Поэтому ситуация очень простая. Вступит хорошо, взаимная торговля будет расти и слава богу, собственно говоря, в данной ситуации главное, чтобы росла торговля. Если это повлияет хотя бы плюс-плюс 2-3% даст нам, то это отлично. Понятно. Я напомню сейчас нашим телезрителям, что мы показываем параллельно прямую трансляцию того, что происходит в Египте, это открытие Суэцкого канала. Да, ну и вот следующий вопрос. Как вы считаете, не противоречат ли планы по созданию инфраструктуры Суэцкого канала перспективам Северного морского пути? Можно ли говорить о конкуренции проектов? Хватит ли денег на создание обоих проектов? С учетом того, что уже в следующем году в Суэцком канале наверняка пройдет более миллиарда тонн, с учетом того, что это порядка 15% мировой торговли, надо понимать, что для того, чтобы начать конкурировать с Суэцким каналом Северного морского пути, нужно как минимум иметь уже инфраструктуру, нужно иметь нормальные портопункты, нужно иметь массу всего, чего сегодня пока еще нет, либо только в планах. Мало того, нам еще, к сожалению, надо дождаться таяния льдов, да, потому что на сегодняшний момент все-таки все достаточно дорого, да, и какие-то маршруты у нас отработаны, скажем, с середины, там, из Норильска на Европу или из Норильска, из Тикси на Китай, на Корею. Это не проблема, и маршруты есть, но они сегодня очень локальные и очень такие нишевые, а реальных маршрутов пока нет. Так, чтобы из Шанхая дойти до Роттердама, хоть это и короче, и вроде как безопаснее, потому что как не крутить Советский канал, это достаточно, ну, такое, там страховая премия самая высокая в мире, да, прохождение Советского канала, не прохождение Советского канала, а подход к нему со стороны, с юга, это самая дорогая страховка у всех судов всегда. И, ну, мы пока конкурировать не можем, нам еще достаточно далеко до этого миллиарда тонн, нам бы хотя бы набрать миллионов 20-30 для ежегодного прохождения. Понятно, но вот по расчетам экономистов, обновленный Советский канал позволит на четверть снизить стоимость транспортировки нефти. Как считаете, как это отразится на цене на нефть, вот если можно городу? Все очень просто. Сегодня никакой взаимосвязи между стоимостью фрахта на танкера и ценой на нефть вообще не существует. Проблема в том, что высводилось такое количество танкеров после различных американских событий, ну, в смысле, развития сланцевой технологии и новых нефтеносных месторождений в Соединенных Штатах. Цена на танкеры кардинально упала. И на сегодняшний день от того, что чуть-чуть подешевеет Советский канал, они не станут еще дешевле, и на нефть это, опять же, никак не скажется. То есть, на самом деле, они идут вообще совершенно... Если раньше они были на противофазе, то сегодня они, в принципе, никак друг от друга не зависят. Понятно. Большое спасибо, Алексей Алексеевич, за ваши ответы. Я напомню, что у нас в студии был Алексей Безбородов, генеральный директор агентства «Инфраньюз». Спасибо большое.